Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Истиль Акпарат». В студии работает Алексей Сафронов. Смотрите сегодня выпуски. В Петропавловске с участием главы региона ГАУЕЗом Нурмухамбетовым прошло заседание областного Акимата. Аким области ГАУЕЗ Нурмухамбетов провел личный прием граждан. В День национальных видов спорта в областном центре прошел массовый лыжный забег. В Петропавловске прошло заседание областного Акимата. На повестке дня «Социально-экономическое развитие, доход и расход бюджета» встреча началась с кадровых изменений. Подробности расскажем далее. Заседание областного Акимата началось с назначения. Приказом председателя АО «Коспочта» Сымбат Кудайбергенов назначен директором регионального филиала Североказахстанской области. Ранее он занимал должность заместителя директора Южного информационно-логистического центра филиала «Коспочта». Сымбат Жакипович родился в 1991 году. Уроженец Алматинской области. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности экономика. В разные годы он работал специалистом филиала АО «Казактелеком», генеральным менеджером «Коспочты», а также директором частных организаций. После назначения на заседание областного Акимата началось обсуждение показателей социально-экономического развития. По итогам двух месяцев он составил 109%. Что касается сельского хозяйства, общий объем достиг 23,5 миллиарда тенге. В сфере животноводства количество продукции увеличилось на 3,5%, молока на 14,7%, яиц на 4,5%. Однако производство мяса уменьшилось. Снижение допущено в районах Казалжарском на 37,8%. Снижение допущено в организованных хозяйствах. В Алиханском районе на 23,2%. Снижение допущено в связи с пересчетом статистических данных. В районе Махжан-Жумбаева на 22% снижение допущено по причине пересчета статистических данных. В Мамлюцком районе на 9% причина снижения вывоз поголов в течение января-февраля за пределы области. За январь-февраль 2024 года произведено промышленные продукции на 91,7 миллиарда тенге. Петропавловский объем добычи за два месяца сосал 59,5 миллиарда тенге, что на 6 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается показателей в сфере строительства, в этом году сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. За счет населения введено 9497 квадратных метров или 83% от общего объема. Увеличение ввода жилья обеспечено 11 районами. При этом наиболее высокие темпы сложились в таких районах, как Мамлюцком, Валихановском, Таиншинском, Габитамусрепово, Каинском, Акжарском, Махжан-Жумбаево, Козлжарском, Исильском и Тимирианском районах. Следует отметить, что по итогам двух месяцев текущего года область занимает лидирующие позиции среди регионов республики по исполнению бюджета. 21 миллиард 139 миллионов тенге поступило в местную казну. Это 11,7% от общего плана. В областной бюджет поступило 12 миллиардов 11,4 миллиона тенге или 110,3%. Перевыполнение 1 миллиард 118,6 миллионов тенге. В городской районные бюджеты поступило 9 миллиардов 127,7 миллиона тенге или 113,7% от плана. Перевыполнение сложилось в сумме 1 миллиард 96,4 миллиона тенге. Расходная часть бюджета по состоянию на 1 марта 2024 года исполнена на 99,9%. По итогам января-февраля в регионе наблюдается положительная динамика общего развития. Однако в ряде регионов показатели снизились. Глава региона поручил администраторам бюджетных программ, Акимам районов и города Петропавловска взять на особый контроль использование средств. Каждые бюджетные тенге, уважаемые коллеги, должны вкладываться именно в виде, и людьми ощущаться нашими населениями, в виде построенных наших дорог, в виде построенных наших школ, в виде построенных наших социальных объектов. Поэтому прошу вопросы по взысканию задолженности по налогам и пополнению нашей налогоблагаемой базы в виде доходов брать и взять на контроль. Аким отметил, что необходимо совместно с Управлением экономики и финансовым ведомством сформировать перечень проектов для дополнительного финансирования из республиканского и местных бюджетов. Глава региона акцентировал внимание на важность контролирования государственных средств. Аким области ГАУЕС Нурмухамбетов провел личный прием граждан. Жители обращались со своими вопросами. Вместе с руководителями соответствующих ведомств глава региона рассмотрел все проблемы, дал соответствующие поручения. Подробности в следующем сюжете. Первая из пришедших на прием главе области – Кристина Шмидт. Девушка говорит, что после развода с мужем осталась без крыши над головой и с двумя детьми на руках. Жительница Петропавловска стоит на 267-м месте в очереди на выдачу жилья, поскольку является сиротой. Аким города Серик Мухаммедиев сообщил, что Кристине Шмидт будет предоставлена комната для временного проживания в общежитии. В сегодняшний день очередь сейчас уже, ну просто в портале еще нету звига, она назвинется на 160 человек, детей сиротой. И у нас в планах еще 30 квартир в этом году. Мы выдаем детям-сиротам, 28 квартир точнее. И, ну, я думаю, что ваша очередь значительно сдвинется и будем надеяться, что в следующем году получится. Жительница города Татьяна Ковалева пришла на прием к Акиму области с просьбой предоставить здание для детского реабилитационного центра «Мой ребенок». В настоящее время он располагается в одном из подвальных помещений, из-за чего его периодически топит. Приходится постоянно останавливать свою работу. Татьяна Ковалева также сообщила, что многие родители стремятся попасть в частные центры, поскольку в государственных их не устраивает квалификация специалистов. Акиму области ГОЭС Нурмухамбетов поручил руководителям соответствующих ведомств взять на контроль и решить данный вопрос. Прибывший на прием Александр Никлюдов жалуется на затопление своего дома, расположенного по улице Жамабаева. Как говорит житель, вода, поступившая в его дом, перекачивалась собственными силами. Сейчас он вынужден арендовать жилье, так как его прежнее место жительства непригодно для проживания. По его словам, эта ситуация возникла после ремонтных работ дороги. Новую канализацию сделали, видимо, не подсоединили, что-то пошло не так. Но, в общем, вся вода скапливается у нас на территории, на другой половине вот этих домов, которые ближе к казахстанской правде. Теперь любой дождь весной, осенью, теперь там круглые сутки вода. Я ее выкачивал, не выкачивал, теперь она там стоит просто и никуда не уходит. ГАУЕС Нурмухамбетов поручил Акиму города посетить данный дом и решить проблему. Глава региона отметил, что будет держать этот вопрос на своем контроле. Всего на прием к Акиму пришло шесть человек. Вопросы Ернара Рахимжанова, Максима Ищука, Кристины Белых и Людмилы Хроминой были доведены до сведения Акима области и глав ведомств. Массовый лыжный забег прошел в Петропавловске в День национальных видов спорта. Участников спортивного праздника приветствовал глава региона ГАУЕС Нурмухамбетов. Подробности далее. Яркое солнце, свежий воздух, позитивные горожане настроены и хорошо провести время. В поселке Барки в День национальных видов спорта собрались участники массового лыжного забега на 600 метров. Областной центр принял челлендж от Костанайской области. Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы наши земляки от мала до велика могли заниматься различными видами спорта. Строятся новые спортивные объекты. Идет строительство двух физкультурно-озвращительных комплексов, а также двух крытых хоккейных кортов. В Петропавловске начато возведение центра настольного тенниса на 24 стола. Выделены средства на строительство крытого хоккейного корта в селе Бескольн. Хочу пожелать вам удачи, успеха в делах и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Поздравляю с наступающим праздником на УРАС Мирамэ. Участие в массовом лыжном забеге смогли принять профессиональные спортсмены и любители. Всего около 300 человек. Я являюсь тренером по лыжным гонкам, биатлону в городе Петропавловск. Возле США имени Казбека Байболова. Тренером работаю третий год. На данный момент привез порядка 20 моих детей. Меня учил Думан Маратович. Мне очень нравится. Я уже хожу год. Я участвую во многих соревнованиях. Но один раз я получила медаль. Так как дистанция небольшая, гонка была достаточно быстрой. Профи бежали в первых рядах и быстрее других достигли финиша. Любителям понадобилось чуть больше времени, чтобы преодолеть 600 метров. Всем участникам забега вручили памятные медали. День национальных видов спорта для сверхзахстанцев подготовили много состязаний. Пройдут соревнования по национальным видам спорта. Это республиканский турнир Кажаберген-Жарау по Казахшаку-Рес, Ассы-Кату, Тугыск-Кумалак. Также в планах у нас сегодня в село Пресновка Джамбульского района открыть физкультурно-задительный комплекс. Там также пройдут соревнования по национальным видам спорта. Скачки в поселке Бесколь Казалжарского района. 20 марта в Высшем Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже прошел чемпионат по национальным видам спорта. Издревле казахский народ с уважением и почтением относился к старшему поколению. А их благословение БАТА считалось ключом к достижению желаемых целей. Традиции неизменны и по сей день. В рамках декады на Урызнама ветераны города ознакомились с экономическим потенциалом областного центра. Посетили производственные объекты и строительные площадки. Мероприятие организовано с участием руководства области. Первым делом Аксакалы ознакомились со строительством коррекционной школы-интерната на 300 мест в микрорайоне Береке и заводом прицепной сельскохозяйственной техники. После они посетили предприятие по производству сухих пенобетонных смесей ТО «Микс-Юниверсал». Крупнейший в области тепличный комплекс ТО «Зеленый Север» и Петропавловский тракторный завод. Ветераны выразили гордость за достижения региона в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они подчеркнули, что уровень развития и производительности на предприятиях города достойно отражает потенциал казахстанской экономики. 23 марта по прогнозам семноптиков в регионе ожидается резкое потепление. Между тем, в этом году здесь выпало рекордное за последние 7 лет количество снега. Готовы ли спасатели к предстоящим паводкам? В Петропавловске прошел смотр сил и средств группировки областного департамента по ЧС. Они состоят из 9 подразделений, которые в случае необходимости будут оперативно направлены в соответствующие районы. В режиме готовности 185 человек личного состава, 42 единицы техники, 7 плавательных средств, 72 единицы мотопомп и другая техника. В ходе проверки начальникам ведомства поставлены задачи по заблаговременному изучению населенных пунктов, подверженных подтоплению. Личный состав к выполнению поставленных задач готов. Кроме того, хочется отметить, что в ходе объезда совместно с Акимом области во всех районах были проверены готовность личного состава, так и департамента, так и местных исполнительных органов. В принципе, взаимодействие уже организовано. Ежедневно проводится майн-тонинг текущей ситуации совместно с Казгидрометом и с другими заинтересованными госорганами. Паводка, ситуация по области стабильна. В стенах многопрофильной областной больницы стартовал трехдневный мастер-класс «Инновационные технологии в хирургическом лечении гастроэзофагиальной рефлюксной болезни и сахарного диабета второго типа». Мастер-класс проводит команда Орала-Оспанова, доктора медицинских наук, профессора медицинского университета Астана. В реальном времени хирурги комментируют все тонкости проведения инновационных разработок, в частности ставшим востребованным методом фундоринг, как ответ на стремительный рост сочетания изжоги и диабета в последние десятилетия. Трансляцию хода операции смотрели бариатрические хирурги всех областей Казахстана, а также стран СНГ, таких как Азербайджан, Киргизия, Узбекистан и Россия. Хирургами используется видеосистема, которая имеет максимально высокое разрешение 4К, что увеличивает точность обзора и позволяет безопасно проводить лапароскопические операции. Каждый день команда хирургов оперирует по 3 человека. Компания «Моби Групп» уже более 4 лет радует казахстанцев своими изделиями из дерева. Основы их производства составляют мобильные бани разных модификаций и размеров. 23 марта состоится открытие новой выставочной площадки, где каждый сможет оценить качество продукции и задать свои вопросы специалистам. Бани компании «Моби Групп» – это быстрое и качественное решение, отвечающее всем современным тенденциям. Изделия выполнены с соблюдением всех правил и стандартов, а ценовое предложение позволяет выбрать подходящий вариант для любого бюджета. Стоимость бань начинается от 1 миллиона 250 тысяч тенге. Данные бани – они каркасные, то есть у них в утеплении идёт маниплита. Всё согласно каркасной технологии. В принципе, эта технология уже с годами себя зарекомендовала. Любые детали в этих банях можно поменять со временем по их износу. Основу сооружения изготавливают из сосны. Для парного отделения используют липу. Планировка бани стандартная. Однако при желании клиента материалы комплектации можно заменить. В зависимости от длины бани, то есть конструкции, свет, двери, окна, пол, сливная система. То есть в стандартную комплектацию всё входит. Но если же, например, клиент хочет пластиковые двери, межкомнатные, стеклянные, полы, лиственница, печь помощнее, либо на газовом оборудовании, так как мы работаем по всему Казахстану, то есть можно комплектовать по-разному. В преддверии праздника Наур-Эс 23 марта представители компании приглашают на открытие новой выставочной площадки, ответить вкусный плов и согреться горячим чаем. Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше. Главный приз – беседка от Моби-групп. Камиля Хамедульна, Дамир Искендиров, Служба новостей. К детям и пожилым людям отправились полицейские в Североказахстанской области в преддверии Наурыза. О благотворительности людей в погонах вы узнаете из материала пресс-службы областного полицейского ведомства. В Северном Казахстане полицейские традиционно встречают Наурыз с благими делами. Вокальная группа культурного центра областного департамента полиции провела концерты в районах области. Смирнова артисты в погонах порадовали своими талантами пенсионеров из центра социального обслуживания. С весенним праздником пожилых людей поздравила заместитель начальника департамента полиции Североказахстанской области Саулиан Дагулова. Это еще один повод для того, чтобы выразить свои слова благодарности нашему старшему поколению. Мы видим сегодня в этом уютном зале очень много замечательных людей, которые в свое время внесли достойный вклад в развитие нашего региона. Руководству центра полковник полиции Андагулова подарила книгу «Казахские обычаи и обряды». Музыкальные композиции из богатого репертуара вокальные группы возвращали пенсионеров в дни молодости. Воодушевляли патриотическими ритмами современные эстрады. Воспитанникам центра поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в селе Полудино, полковник полиции Андагулова пожелала не останавливаться перед трудностями. Ставьте перед собой цели и достигайте этих целей. Всегда в жизни можно все преодолеть. Самое главное – стремиться познавать, любить друг друга, уважать друг друга. К поздравлению присоединились шефы заведения, ветераны дорожной полиции. Уже больше 20 лет они поддерживают воспитанников. Дети с увлечением подпевали вокалистами и танцевали под зажигательные мелодии. После концерта полицейских они также показали свои творческие способности, посвятив наступающей весне стихи и песни. Благотворительность заботы о детях и пенсионерах – давняя добрая традиция стражей правопорядка. Все праздничные дни полицейские традиционно проведут в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность земляков и гостей региона. Бульжан Садвакасова при содействии пресс-службы департамента полиции. Мастер-класс по приготовлению бешпармака состоялся в одном из ресторанов областного центра. Мероприятие проведено в рамках направления «Аздамдэболсын» проекта «Казахтану» и празднования «Наурысмейрамы». Секретами приготовления главного блюда казахской национальной кухни знакомилась и наш корреспондент. Канины надо выбирать. Самая хорошая канины. И молодую надо брать. Вот козы, вот здесь там покажете, вот это больше жира. А здесь жирок еще. А вот этот жир тоже называется жал. Там жамбас. Национальная кухня славится своими блюдами. Главное место, в которой, безусловно, занимает бешпармак. Его одинаково любят и ставят на праздничный стол все казахстанцы. Будь то казахи, русские, немцы, украинцы и остальные многочисленные этносы. Нюансами приготовления, оформления и подачи этого блюда поделились на мастер-классе. Мы сегодня пригласили представителей этнокультурных объединений с разных общественных организаций. Немецкий, польский культурный центр, татарский, также казахское этнокультурное объединение, курды. Всего на это мероприятие мы пригласили 24 человека, а также учеников с первой школы. Собравшимся показали, как правильно катать тесто, как готовить соус туздых, какие части мяса кладут в блюда и что по традиции положено самым уважаемым гостям. Людмила Гривиная, заведующая кафедрой университета, признается, бешпармак – одно из любимых угощений в ее семье, в готовке которого она может даже посоревноваться. Действительно, это блюдо как символ родины, хоть это является и пищей, тем не менее это ассоциируется с культурой, с традициями, с тем местом, где ты родился. Я думаю, что, конечно, мы все должны знать, как правильно готовить это блюдо, встречать гостей и, в общем-то, наверное, приобщаться к этим традициям. Мастер-класс провели в рамках направления «Аст Дам де Болсон» проекта «Казахтану» и празднования на Урасмейраме. Организаторы планируют сделать его традиционным. Аделия Кушекова, Анатолий Белонок, Служба новостей. В Североказахстанской области в организациях и коллективах начали празднования на Урасмейрамы. В библиотеке имени Сабита Муканова прошел праздничный вечер «Улты-Уистырган-Улы-Наурыс» с участием общественности города. Изюминкой вечера стало выступление лейтенанта-инспектора участковой полиции Алины Рамазановой. Девушка продемонстрировала танцевальные навыки на сцене. Богатый дастархан, теплые слова и поздравления. Сегодня в областной библиотеке царит особая атмосфера. Праздничный вечер начался со слов благословения заслуженного ветерана труда Тлека Абдрахманова. На мероприятии также выступили студенты колледжей города. Поздравляю всех жителей нашей страны с праздником Наурыс. Желаю всем дружбы, согласия, доброты и счастья. Пусть наша страна расцветает. Пусть этот праздник принесет нашему народу достаток и покой. Этно-аул развернулся на площади акционерного общества ПЗТМ. 500 заводчан приняли участие в праздновании Наурыза. Рабочие робы они сменили на национальные одежды, а стены цехов заменили на уютные юрты. На праздники с размахом побывала наша съемочная группа. Сотрудники завода, их семьи и ветераны тяжелой промышленности Наурыс объединил всех причастных к деятельности одного из ведущих заводов региона. Всем работникам были выданы премии в сумме 25 тысяч тенге. Сегодня представляют все национальности, Азербайджан и так далее, и так далее, русские. То есть каждый вы видите в национальном костюме. Это общее национальное мероприятие. Все собрались, чтобы отпраздновать и, как говорится по нашим традициям, встретить Новый год. Каждый цех представил определенную культуру. Всего один с юрт. Национальная одежда, традиционные угощения и радушное гостеприимство. Представители каждого этноса отличились на щедрые угощения. Попались нам немцы и поляки. А все мы у нас нашлись. Такие мы красивые. Представили, получается, в той части немецкая кухня. Здесь у нас польская кухня. В основном польские блюда, такие как пушированные перцы, вареники, бига, сума. Это квашеная и тушеная капуста вместе. Таким образом, из немецкого в основном туарские баски и знаменитый торт с закер. В штат завода на сегодняшний день более 600 человек. В перспективах предприятия развитие, модернизация, ремонт цехов и повышение заработной платы. Наталья Аитова, Адиль Нужанов, Служба новостей. В преддверии праздника Новый Рыск в специализированной казахской школе-гимназии имени Абая прошли соревнования по национальным видам спорта. Таким как Бестас, Асык-Ату и Тугас-Кумалак. В турнире принимают участие более 50 учащихся городских учебных заведений. Подробнее расскажет наш корреспондент. История казахских национальных видов спорта уходит корнями в древние времена и отражает богатое культурное наследие казахского народа. Они развивают ловкость, координацию движения и стратегическое мышление. Национальный вид спорта имеет глубокое значение для казахского народа, отражая его культуру, традиции и ценности. В каждом спорте есть свои определенные правила. Сегодняшние соревнования пройдут согласно всем официально утвержденным правилам. Тугас-Кумалак относится к интеллектуальному виду спорта. Наш великий казахский поэт Абай Кунанбай в свое время играл в эту игру. В его мавзолее сохранена его игровая доска. Жангельда Уаизов не так давно начал играть в Ассокоту. Надеется победить в сегодняшнем турнире. Мне очень нравится спорт Ассокоту. Чтобы играть в Ассокоту, нужна выносливость, быстрый бег. Я занимаюсь Ассокоту более трех месяцев. Мне этот спорт очень нравится. Эти соревнования мне очень важны. К слову, победители будут награждены грамотами и медалями. Алихан Жексыбаев, Аделин Нужанов, Сужба новостей. Это была последняя информация выпуска. Далее вас ждет прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok